Приветствую дорогие друзья, на связи Bitmaker Sekiro Production и добро пожаловать в обучающий видеокурс Основа битмейкинга. И это первый урок, в котором я расскажу о программах для создания музыки, так называемых секвенсорах, какие они бывают, в чем их плюсы и почему стоит выбрать именно FL Studio для новичка. Итак, давайте перейдем к обзору. Итак, я выделил самые популярные программы для создания музыки, секвенсоры и сразу вам совет, что все секвенсоры одинаково хороши и все они отлично выполняют свои функции. Выбирайте любой, но для новичков я советую FL Studio и лучше сразу качать 10 версию, так как она последняя, работает быстрее предыдущих, имеет несколько классных плагинов и фишек. О других секвенсорах сейчас я расскажу более подробно, какие они вообще бывают. Итак, первый секвенсор это Cubase, потом Ableton Live, Logic и, собственно, сам Boss, FL Studio 10. На мой взгляд, самые популярные секвенсоры. Что же отличает их друг от друга? В любом из этих секвенсоров можно делать одинаково хорошо музыку, ничем не отличается, все зависит только от ваших рук, от ваших знаний и способностей. Итак, Cubase. Давайте рассмотрим его подробнее. Я его использую для записи голоса, например, речитатива, рэпа и потом там удобно это все сводить с минусом. Для написания минуса лучше использовать все-таки FL Studio, на мой взгляд. По крайней мере, для новичка это гораздо проще. А так, в Cubase отлично подходит для записи. У меня есть домашняя студия, ко мне приходят люди, и я использую именно Cubase 5. Далее. Программа Ableton Live. Отличный секвенсор, который используют очень многие известные музыканты. Он очень-очень популярный, значит, все-таки есть за что его любить. Хочу отметить также то, что первые три секвенсора работают отлично на MacBook, на iMac и прочей технике Apple. FL Studio до недавнего времени не поддерживала эту операционную систему. Я думаю, это и сыграло тоже важную роль в популярности FL Studio. Следующая программа это Logic. Хороший секвенсор для записи и сведения. Хорошо в нем записывать. Его отличие то, что он идет в комплекте с операционной системой MacBook, iMac и прочей техники Apple. Так сказать, лицензия и все такое. Для создания музыки он тоже отлично подходит. Его многие используют. И принцип создания музыки похож как в первых трех секвенсорах. В FL Studio есть некоторые отличия. И сейчас мы поговорим как раз-таки о нем. Отличный и понятный секвенсор для любого новичка. Хорош для создания музыки, но плохо подходит для записи голоса и последующего сведения голоса. В принципе, если сводить вам пришлют, например, минус и несколько акапелл, то можно сводить и в FL Studio с большим успехом. Но если у вас, например, есть минус, и вы хотите записать поверх него, внутри секвенсора, какой-то голос, рэп, речитатив, то там как бы надо более так углубляться, разбираться в этих вещах. Я немножко посидел, мне как-то не очень понравилось там прописывать голос. Cubase в этом случае мне больше нравится. Но для новичка FL Studio это самый лучший секвенсор для создания именно музыки. В принципе, не важно какой жанр, хип-хоп или клубняк, так скажем. Без разницы, подходит он для всего. Я буду рассказывать только об FL Studio и в основном только о хип-хоп стиле. Давайте сейчас посмотрим, как выглядит данный секвенсор, что у него есть и прочие технические моменты. Итак, вот как выглядит наш FL Studio при своем первом запуске. Посмотрим, что же тут самое основное. Именно для новичка проще всего использовать именно вот эти вот паттерны. Они должны у вас включены быть. Вот у нас здесь есть несколько паттернов. И, собственно, к ним прикреплена вот такая вот таблица, так скажем, ритмическая сетка. Здесь есть свои звуки. Давайте создадим какой-нибудь простенький ритм. Что влияет на отличие стилей друг от друга, так скажем? Первое, что влияет, это скорость. Скорость нашего трека. Или, можно сказать, BPM. Начиная от 120 и заканчивая там, не знаю, какой потолок, если честно. Ну, это все клубная музыка. Ритмичная, быстрая. Это все одно из клубной. Я в ней не силен, сразу вам скажу. До 110. Скорость от 90. До 110. Это такой брейкбит. Например, даже Prodigy сюда можно отнести какие-нибудь. И прочие подобные группы. Все, что от 78 до 88 или 90. Это все идет... Такие минуса рэповые. Именно рэповый хип-хоп. Если брать хип-хоп более олдскульный такой, он более качающий. Он там 93 бывала скорость, 95, ну, около 90. Сейчас все стало более медленно. И как бы такой неписанный стандарт, это 83. Вот. Мы накидали вот такой вот рисунок небольшой. У нас кик. Вот этот удар и снейр. Вот у нас есть. Давайте прослушаем его. Вот так вот у нас играет. Если мы сделаем немножко по-другому, то будет, соответственно, по-другому играть. Если мы меняем темп, то у нас играет быстрее все. Собственно, темп это то, что отличает стили друг от друга. В основном я вам перечислил, какие диапазоны и какой это стиль. Что отличает еще хип-хоп? Ну, вообще, все стили друг от друга это звуки. Вот у нас есть звук кик. Вот такая вот полоска. Вот так он выглядит в визуальном редакторе. Это так называемый ваншот. Почему он ваншот? Потому что это как бы расшифровывается один выстрел или один удар. То есть он одиночный. Раз и все. Так же, как и снейр. Если мы, например, возьмем вот здесь вот есть звуки в папке легати, в папке лупы. Вот у нас есть вот такая штука. Давайте мы сейчас ее вытащим. Вот здесь уже, как видите, несколько ваншотов. Идет вот такая вот штука. Так скажем, несколько ваншотов. И они образуют луп. Луп это повторяющийся цикличный ритм, так скажем. Вот давайте послушаем и все поймем. То есть вот так у нас идет. Если говорить проще, то луп это уже готовый ритм. Мы можем взять и вырезать, например, вот кик. И просто его перетащить. Например, заменить вот сюда вот. Если мы поставим, мы заменим. Возьмем снейр. Мы также перетаскиваем и заменяем. Все. У нас теперь на этом месте играют вот эти звуки. Также можно заменить и хай-хэт. Хай-хэт это такая штучка, которая поддерживает ритм. Ее обычно расставляют вот так, через каждые два шага. Давайте послушаем. Как можно услышать, все звучит как-то квадратно. Если брать вот здесь лупы, то здесь есть кач, есть грув. А тут как-то квадратно вообще нету никакого кача и прочего. Но это уже более тонкости. В первом уроке я об этом рассказывать не буду. И больше я об этом рассказываю в курсе «Успешный битмейкер». Вы сможете попозже узнать о нем поподробнее. Давайте я теперь расскажу, как вот этот вот наш паттерн. Это первый паттерн. Вот он. Вот наш плейлист. И вот первый паттерн. Мы можем взять и вот так его раз подставить. Например, на две. И можем назвать его, например, rename. И подпишем drum. Drum Party. И давайте сделаем, например, бас. Бас и мелодия. В следующем уроке я подробнее расскажу, как создается интересный хип-хоп минус и какие у него главные составляющие. Такие как драм, бас, мелодия и так далее. Давайте мы сейчас... Звуки тут у нас есть. Надо прописать бас. Где же мы можем взять звуки баса? Например, мы можем зайти channels, add one и добавить такой плагин, как... Давайте цитрус добавим. Вот здесь нажимаю на пресетс. Очень много всяких пресетов. И вот, например, есть бас. Давайте его выберем. Вот у нас есть бас. Собственно, channels, add one это у нас все плагины. Цитрус это синтезаторный плагин. Видите, это виртуальный синтезатор. Имеет свои настройки. Который выдает определенные звуки. Играть вот на этих кнопочках можно на обычной компьютерной клавиатуре. Вот. Просто надо зажечь вот эти лампочки. Вот как у меня. И все будет отлично. Давайте мы какую-нибудь мелодию нарисуем. А, кстати, еще забыл добавить. Вот у нас есть эта мелодия. То есть, первый паттерн у нас драм здесь. Когда мы нажимаем бас, у нас, собственно, удаляются вот эти вот наши рисунки. И мы можем рисовать какой-нибудь новый. И тогда, добавляя его на плейлист, у нас будет одновременно играть и первая дорожка, и вторая. Соответственно, мы добавим мелодию, будет еще играть и мелодия. Вот так вот одновременно звучащие дорожки, они и создают трек. Чтобы прослушать эти самые дорожки, мы должны выбрать вместо патт, сонг. И все, у нас теперь будет играть вот эта часть. Давайте теперь пропишем бас. Мы можем нажать вот так вот, открыть пиано ролл, и тут что-нибудь прописать. Давайте сделаем вот так вот. Мы его сюда помещаем, и тогда он будет одновременно играть. Например, сделаем вот такой вот рисунок. Вот так лучше будет. Вот так лучше будет. Вот так лучше будет. Вот у нас есть уже, соответственно, драм-партия, бас и какую-нибудь мелодию мы можем. Где брать мелодии, я сообщу в следующих уроках. Там будет очень интересные моменты. Смотрите и следующие уроки, и вы узнаете. Но самую простенькую мелодию мы можем также взять в цитрусе. Давайте, например, какое-нибудь пианино добавим. Вот, то есть мы нажали channel, set one, добавили еще один цитрус, и вот он у нас появился, то есть синтезатор. Потом мы зашли сюда, нажали presets, выбрали, например, пианино, и вот так вот нажали. Вот. Давайте теперь добавим какую-нибудь мелодию. Также открываем piano roll и рисуем. Чтобы было проще, можно скопировать эти ноты и что-нибудь сделать с ними. Пускай пока так будет. Можно сделать еще одну мелодию. Вот, мы добавили еще один цитрус, и давайте выберем какой-нибудь, например, протяжный звук. Это, например, всякие пэды. Ну, пускай такой звук. Если честно, я цитрусом практически не пользуюсь, потому что звуки на самом деле очень трешевые здесь, и качественного здесь мало можно найти. Но для примера я вам смогу объяснить. Вот, собственно, такой принцип. Принцип создания. Мы можем просто сделать их гораздо дольше. Как угодно. Мы можем где-то убирать какой-то звук. Где-то будет с басом, где-то без баса. Все. Вот, например, я убрал дрампартию. Вот этот кусок играет без дрампартии. Здесь убрал бас. Вот это таймер. Он показывает, какая сейчас секунда идет в треке. То есть вот так вот все и создается. Все довольно-таки просто и понятно на самом деле. Но хороших битмейкеров можно пересчитать по пальцам. Давайте еще скажу кое-что, что есть в каждом секвенсоре. Это мастер. Мастер-канал или микшер. Он находится вот здесь. Можно сюда нажать. Можно нажать F9. Клавиша быстрого доступа. Собственно, что же он такого делает? Давайте я расскажу про мастер-канал. Нет, давайте я все-таки расскажу вам сначала про... Вот, например, мы выставили какие-то звуки. Вот они стоят. И, например, мы хотим обработать наш кик. Вот. Он у нас на первом канале. Вот мы можем выбирать. Мышкой двигаем. Первый канал. Это у нас хеты. Третий канал. Снэр. Четвертый канал. Соответственно, вот они у нас. Мы можем здесь кинуть, например, Delay. Сейчас вам будет понятней, когда мы выберем один снейр. Здесь мы можем выбирать громкость эффектов. То есть у нас здесь различные эффекты. Всякие есть. На любой вкус. Всякие ревербы, Delay и прочее. То есть слышите, как меняется звук. Вот. Весь секрет классного, классного бита, классного звучания состоит в правильности подборки эффектов и правильности накручивания вот этих ручек и прочего. Потому что звук меняется кардинально. И надо, так скажем, уметь все это крутить, все это правильно обрабатывать, чтобы трек был, так скажем, соответствовал формату, формату качественного звучания. Но это я уже забегаю далеко. Здесь я вам рассказал чисто о принципах, как создать музыку, а как обрабатывать, это уже другой вопрос. Вот. Примерно вот так это все и делается. Давайте посмотрим готовые проекты. И я покажу, как там выглядит уже готовый трек, как он нарисован в плейлисте и так далее. Итак, друзья, вот есть вот такой вот проект. Как видите, здесь полно всяких эффектов. Если открыть мастер-канал, вот у нас. Это все каналы с эффектами. Как я говорил, нужно правильно ими пользоваться. Вам не обязательно иметь какие-то там плагины, что-то скачивать, что-то дополнительное. Я могу сказать, что стандартные плагины обработки в FL Studio, они очень хорошие. Если правильно их крутить, звук будет соответствовать всем текущим нормам, так скажем. Итак, вот как у нас выглядит сей проект. Я не рассказал про вот этот верхний плейлист. Я рассказал про паттерны. Как видите, их здесь. Ну, можно сказать, что много. Хотя здесь на самом деле драм-партия, бас и мелодии. По сути, это все. На верхнем плейлисте можно быстро добавлять какой-нибудь звук. Например, вот такой звук. Мы можем просто его найти где-нибудь. Да даже хоть на рабочем столе у нас здесь mp3 файл, мы просто можем раз так взять, перетащить и вот так сюда он перекинется. Либо же можно найти вот здесь, например, какие-нибудь звуки взять. Вот скретч взяли, перекинули и он теперь будет у нас играть. То есть вот у нас одновременно будет звучать драм-партия. Вот она. Инструменты, динамика и вот этот звук. Все довольно-таки просто и понятно. Вы даже можете после этого урока пробовать создавать свою музыку и у вас все будет получаться. Давайте теперь прослушаем этот трек. Трек. Вот как он выглядит. Будем слушать, а я походу буду немножко рассказывать о нем. Здесь идет вот такая мелодия. В принципе, она очень простая. Ничего замороченного. Два инструмента. Можно их по отдельности прослушать. Вот такой вот свист какой-то и вот такой вот звук. И драм-партия. Все тоже довольно-таки просто. Вот у нас играет первые три паттерна. Здесь идет небольшой переход и вступает уже полноценная драм-партия. И так же вступает еще один дополнительный инструмент. И тут такой переход. Здесь трек уже себя раскрывает. И создается такой эмоциональный здесь перепад. Эмоции очень важны в вашем творчестве и в создании музыки. И еще один переход. А здесь трек уже себя полностью раскрыл. Всякие звуки, которые добавляют интересности и оригинальности. Причем можно использовать абсолютно любые звуки. Например, вот такой. Просто бензопила обычная. Какой-то смех. Даже может кто-нибудь знает, откуда он. То есть, свободу эксперимента. Можете вырезать звуки откуда угодно. Как вырезать звуки? В принципе, я покажу в других уроках. Это будет ассамплирование. Как раз таки, наверное, в следующем или в третьем уроке я об этом расскажу. Вот. Собственно, мы увидели такой большой проект. Мелодии все я наиграл сам. Хотя мелодии тут очень простые. Давайте теперь я покажу, как выглядит еще один проект. Он выглядит попроще, но звучит все равно очень хорошо. Итак, есть вот такой вот проект. Тут уже поменьше всяких эффектов. Он не совсем доделан. Здесь можно просто осталось раскидать куплет и припевы. Но основная суть здесь есть. В чем его отличие? Здесь есть драм-партия. Есть бас-партия. Но, как видите, тут нету и намека на то, что я сделал какую-то мелодию. Действительно, здесь мелодию я не делал. Здесь используется сэмпл. Сэмпл это почти то же самое, как и луп. Он просто содержит... Можно назвать вот этот звук, например. Это можно назвать ваншотом. И все это вместе это сэмпл. Так, грубо говоря. Собственно, в чем соль? Я не наигрывал звук. Я просто вырезал какую-то определенную мелодию с какого-то трека. Вот, давайте послушаем эту мелодию. Вот такая мелодия. Собственно, это и есть классическая технология создания хип-хопа. Все. Ну, не все, конечно, но большинство, где-то 70-80% что вы слушаете, если вы слушаете рэп и хип-хоп, всякие басты, не знаю, гуфы. Если брать западных, там, Моникс и Бутенги, это все большая часть там именно сэмпла. С Моки Мо. В общем, рэпа много. И большинство создается именно по такой технологии. То есть, вырезается с какого-то старого трека, нового, неважно, вырезается какая-то мелодия, накладывается драм-партия, бас-партия и еще некоторые фишки, о которых я поговорю в следующих уроках. И создается трек. Вот, давайте послушаем. Вот так вот создается должность. Вполне хороший бит получился. Бит, можно даже сказать, попадает в текущие тренды. Он модный, так скажем, соответствует хип-хоп стилю. Такой грустный, интересный и цепляющий мелодии. Здесь просто остается выстроить куплеты, припевы. Опять куплет, опять припев. О том, как правильно выстраивать и динамически интересно, чтобы все звучало потом, об этом я рассказываю в обучающем курсе успешной битмейки. Вот, ну давайте я еще один покажу. Бит, который очень пользовался популярностью, под него записали много треков. Сейчас увидите. Вот данный проект. Как видите, опять куча всяких эффектов. Все их закрывать мы тут не сможем. Сделан тоже по классической технологии. То есть мелодия, драм-партия, бас-партия, динамика какая-то, подчеркиваю динамику. И различные звуки на нашем плейлисте. Различные. Вот типа таких. Давайте сейчас послушаем. Вот такие звуки. Такие. То есть много таких. Здесь есть отличие. То, что у нас основная куплетная мелодия одна, а припевная несколько иная. Давайте послушаем этот бит. Он был популярен. Да и сейчас под него многие записывают, присылают мне треки. Давайте послушаем. Идет вступление. То есть мелодия соответствует хип-хоп стилю и поэту. Вот у нас мелодия и пошла драм-партия с басом вместе. вот то есть вот так вот у нас идет куплеты и далее у нас идет вот такой переход на припев и собственно сам припев вот эта часть. вот собственно такой трек. у меня также есть и другие популярные биты. Ну, здесь я показывать вам все свои биты конечно я не буду. Вот я вам показал о секвенсоре, рассказал примерно как выглядит готовый трек, как это все расставляется, то есть куплет, припев, куплет, припев. Все довольно-таки просто и стандартно. в курсе «Успешный битмейкер» я рассказывал об этом гораздо подробнее, рассказывал как создать динамику, как создать оригинальность, как свести эти все наши звуки, потому что здесь очень много также обработок. Сверхмагии я тоже не использую, все довольно-таки просто, не нужно ничего качать, каких-то супер-пупер плагинов. Итак, давайте подведем итог. Сегодня мы узнали о различных секвенсорах, узнали о FL Studio, поняли, как примерно там создавать музыку. В следующем уроке я расскажу, какие основные составляющие нужны, чтобы создать реально крутой, качественный хип-хоп минус, который будет интересен и будет цеплять вашего слушателя. В третьем уроке я расскажу о способах создания музыки, какие бывают. Я немножко об этом рассказал уже в этом уроке. Ну, там я расскажу более подробно. И четвертый урок я расскажу, какое нужно оборудование, как обстроить свою комнату, чтобы в ней можно правильно сводить трек, чтобы он соответствовал текущим форматам качественного звучания. В общем, следующие уроки будут интересны, смотрите их. Жду вас в следующем уроке основные составляющие хип-хоп минусы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok